Маркетплейс Озон показывает стабильный рост. На третий квартал 2023 года продажи селлеров выросли в 2,6 раза по отношению к прошлому году. Покупателей становится только больше, и им всем нужно где-то забирать заказы. Поэтому новые пункты выдачи не останутся без клиентов. Мы расскажем, как открыть ПВЗ Озона так, чтобы он начал приносить прибыль от регистрации ИП или ООО до начала работы и помощи от маркетплейса. У маркетплейса есть необходимые инструкции, как все подготовить и открыть, меры поддержки и четкие правила, по которым удобно работать. А рост продаж и гарантированный доход делают открытие нового пункта выдачи выгодны. Озон поддерживает предпринимателей, открывающих новые пункты выдачи заказов. Для этого введен гарантированный доход на первые месяцы работы ПВЗ. Максимальная сумма зависит от города, места и количества клиентов. На первые полгода она может достигать 3 млн. рублей в Москве, чуть более 2 млн. рублей в Санкт-Петербурге и 1,3 млн. в других крупных городах страны. А еще маркетплейс готов стимулировать открытие пунктов выдачи в любых населенных пунктах. Для этого в 2023 году была упрощена процедура открытия в небольших городах, снижены требования к метражу помещения и дана отсрочка на ремонт. Кроме того, с октября 2023 года существуют стандарты, по которым отношения маркетплейса и пунктов выдачи теперь строго регулируются. Площадка не сможет внезапно поменять оферту и назначить штрафы без уведомления. А ПВЗ получит разрешение выдавать заказы и из других служб логистики. Можно открыть ПВЗ Озоны на условиях маркетплейса, но без паушального взноса и роялти. Озон предоставляет некоторые материалы для работы, материальную поддержку, размещает адрес ПВЗ в системе, чтобы клиенты его выбирали. Задача предпринимателя — найти помещение, оформить его согласно требованиям и работать, принося Озону прибыль. Можно даже параллельно выдавать отправление других транспортных компаний, например, СДЭК или Боксберг. Маркетплейс позволяет открывать пункты выдачи в городах или селах и деревнях . Оба варианта предполагают вознаграждение 5% от оборота. Если точнее, владелец ПВЗ получает по 5% стоимости каждого товара в выданном заказе, но не более 250 рублей за единицу. По первому тарифу ПВЗ обязан работать без выходных с 9 до 21 часа. А домашние пункты могут быть открыты лишь 5 дней в неделю и с 9-часовым рабочим днем. Для начала работы понадобится помещение для пункта выдачи, отремонтированное и подготовленное согласно брендбуку по тарифу максимум бренда или домашний пункт, в зависимости от выбранного формата. Озон обещает также материальную поддержку в первые полгода работы ПВЗ, но только при достижении минимального оборота с третьего месяца и выполнении некоторых других условий. Размер оборота зафиксирован в агентском договоре пункт 14.1.1 таблица 1. Удобно, что маркетплейс не берет плату за использование бренда и получение заказа. Для открытия нужно будет потратиться исключительно на сам пункт и его оформление, работу и обслуживание. Подсчитаем, сколько стоит открыть пункт выдачи Озона с учетом разовых и постоянных затрат. Самая большая часть бюджета на первых этапах уйдет именно на единоразовые траты. Для начала работы нужно будет вложиться в три крупные статьи расходов. Ремонт. Снятое помещение необходимо привести в соответствие с требованиями к пунктам выдачи, в том числе выкрасить стены в нужный цвет, сделать полый потолок, отремонтировать фасад, дверь и оборудовать вход с лестницей, если последние есть, для доступа лиц с ограниченными возможностями. Цена на этот пункт зависит от объема работ и изначального состояния помещения. Отдать за ремонт придется от 80 000 рублей и более, согласно данным из чатов владельцев ПВЗ. Если же вы открываете домашний пункт выдачи, вам достаточно выкрасить стены в белый либо серый оттенок, а также устранить видимые повреждения на полу и потолке – это дешевле и быстрее. Мебель. Покупается единоразово в минимальном комплекте. Дальше можно докупать нужное по мере необходимости. Согласно брендбуку, минимальный набор из стола выдачи и приставной тумбы двух примерочных из стола проверки с розеткой обойдется в 45 990 рублей. Это на октябрь 2023 года. А еще будут нужны стеллажи на склад размерами 1000 на 400 на 2000 мм. Пуфики для клиентов на зоне можно найти по 1600 рублей и стул для сотрудника ПВЗ. Поэтому стоит закладывать на новую мебель минимум 60 000 рублей. Оборудование. В большинстве городов и деревень можно уже не тратиться на закупку оборудования для пунктов выдачи. Достаточно иметь смартфон, на который устанавливается мобильное приложение Пунктозор. Исключение — некоторые населенные пункты. Для их работы по-прежнему необходим ПК, сканер штрих-кодов и принтер. Но с полноценной оргтехникой удобнее работать, поэтому лучше купить хотя бы бывшую в употреблении. Плюс любому пункту выдачи нужно видеонаблюдение. Допустим, что помимо камеры вам нужна и остальная техника. Тогда на ее покупку стоит заложить минимум 50 000 рублей. Дополнительные расходники. В новенький пункт выдачи необходимо закупить материалы и химию для уборки, канцелярские товары. Условно это обойдется в 5 000 рублей. Итого открытие полноценного пункта выдачи будет стоить от 195 000 рублей и более без учета аренды за первый месяц. Домашний ПВЗ обойдется чуть дешевле — около 70 000 рублей с учетом минимального ремонта, набора мебели и техники. После открытия основной статьей расхода будут ежемесячные траты на содержание точки, работу персонала, налоги и другие важные вещи. Аренда помещения. Сильно зависит от региона, в котором вы открываете ПВЗ, метража и состояние. В Москве минимальный размер помещения — 30 кв.м. внутридскат, в регионах — от 25 кв.м. Но лучше сразу выбирать площадь хотя бы 40 кв.м. Со временем перестанет хватать места, чтобы размещать заказы и принимать клиентов, особенно если ПВЗ расположен в проходимом месте. В любом случае помещения в крупных регионах минимального размера можно найти за 15-20 тысяч рублей, а в Москве от 50 до 70 тысяч рублей и дороже — в зависимости от расположения. Кроме того, часто требуется залог, комиссия и оплата последнего месяца аренды, поэтому затраты в первый месяц можно смело умножать на три. Коммунальные услуги. Зависит от времени года, региона, площади помещения и места, где вы его арендуете. Стоит рассчитывать на сумму от 5 до 10 тысяч рублей. Сюда же включаем и оплату интернета. Обслуживание. Ежемесячно нужно покупать расходники для уборки и канцелярские товары. Выделяем на них те же 5 тысяч рублей с запасом. Зарплата сотрудникам пункта выдачи. Городские пункты выдачи работают без выходных и по 12-часовому графику. Соответственно, понадобится минимум два сотрудника, чтобы они работали посменно. Либо один сотрудник, если вы планируете выдавать заказы самостоятельно. Заработная плата одного сотрудника зависит от города. В регионах за эту работу платят по 20-30 тысяч рублей в месяц с учетом НДФЛ 13%. В Москве от 30 до 50 тысяч рублей. Страховые взносы. Если сотрудники работают по трудовому договору, за них необходимо отчислять страховые взносы в размере 30% от заработной платы по единому тарифу на пенсионное, социальное и медицинское страхование. Плюс взносы на травматизм в зависимости от класса риска. Паквет 4791 нужно для открытия ПВЗ. Тариф составляет 0,2%. Значит, максимально за каждого сотрудника придется отдавать до 9 тысяч 60 рублей взносов и страховок при зарплате 30 тысяч рублей вместе с НДФЛ. Налоги. Точная сумма зависит от налогового режима и полученной прибыли. Для открытия пункта выдачи лучше подойдет УСН 6% дохода. Соответственно, с общей прибыли точки надо будет отдавать 6% дохода и только затем распределять средства на необходимые траты. Плюс желательно всегда иметь некоторую сумму в запасе на внештатной ситуации, например, поломку мебели, порчу ремонта, размитые двери и т.д. Важно устранить такие проблемы как можно быстрее, чтобы пункт выдачи продолжал работу без штрафов за нарушение брендбука. Marketplace штрафует за некорректное выполнение обязанностей сотрудниками и владельцами ПВЗ. Получить взыскание можно за следующие ошибки. Нарушение сроков приемки товаров, выдачи или возвратов. За каждый день просрочки будет списываться по 2% от стоимости задержавшегося товара, но не менее 100 рублей. Ошибки при приемке. Каждый новый товар должен быть отражен в системе с правильным номером. Если этого не сделано, каждая ошибка обойдется в 1000 рублей. Нарушение графика работы. Открылись позже или закрылись раньше времени, придется отдать озону 1000 рублей. Аналогично, если сотрудник отсутствовал на рабочем месте при открытом ПВЗ. Утеря, порчи заказа или выдачи клиенту без оплаты. В случае, если сотрудники пункта выдачи повредят или потеряют заказ, либо выдадут его клиенту, не оплатившему покупку, Marketplace зыщет с ПВЗ полную стоимость отправления. Изменение оформления ПВЗ с нарушением брендбука. Изменение интерьера, бренд-зоны или ремонта без согласования с Marketplace могут обойтись владельцу пункта штрафа в 30000 рублей. Нарушение сроков фотоотчета. Marketplace может запросить фотографии пункта выдачи, чтобы посмотреть, как в нем размещены брендированные материалы. Если не предоставить фотографии в течение одного рабочего дня с момента требования, владельцу ПВЗ грозит штраф в 30000 рублей. Ошибки во время работы с приложением. При не своевременном внесении операций с заказами в мобильное приложение пункту выдачи придется заплатить 50 рублей за первый день и по 2% от стоимости заказа в каждый последующий день просрочки. Недостаток фирменных пакетов. На ПВЗ должно единовременно находиться не менее 80 брендированных пакетов Озона. Если их нет, то за каждый день отсутствия Marketplace зыщет 100 рублей. Передача персональных данных покупателей третьим лицам. Такое нарушение будет стоить 100 000 рублей за каждый случай. Эти нарушения могут принести много убытков, поэтому важно обучать сотрудников своевременно и правильно вести работу с заказами, клиентами, следить за состоянием пункта выдачи. Желательно сразу же исправлять поломки мебели или восстанавливать пострадавший ремонт. Чтобы бизнес приносил доход, нужно еще до его открытия хотя бы примерно высчитать, сколько же он будет приносить денег с учетом всех бонусов от Marketplace, затрат и прочих финансовых влиеваний. Приведем несколько расчетов и примерно подсчитаем, сколько можно заработать на пункте выдачи Озона. Если вы открываете ПВЗ Озон, то можете рассчитывать на ряд поддерживающих мер. Бесплатные материалы для брендирования пункта выдачи, включая вывеску и табличку с режимом работы. Единоразовый фиксированный платеж 50 000 рублей за открытие ПВЗ там, где его раньше не было. Считаются шестиугольники на карте, в которых за последние полгода не работал ни один пункт выдачи. Если же там недавно закрылся ПВЗ, то этого дополнительного платежа не будет. Точно увидеть информацию можно на карте мест для пунктов выдачи. Гарантированный доход. Его размер зависит от зоны на карте, региона и тарифа. Максимально выплата может достигать 300 000 рублей в Москве. Гарантированный доход выплачивается 2 месяца с момента выдачи первого заказа без условий. С 3 по 6 месяц только при достижении минимального оборота на ПВЗ. Он тоже зависит от локации и тарифа. Точную информацию, сколько платит Озон пунктом выдачи в 2024 году можно увидеть на карте. Важно! Согласно тарифам, с 1 января 2024 года гарантированный доход, переменная его часть, высчитывается, исходя из табличной максимальной суммы за вычетом всех доходов владельца ПВЗ от выдачи заказа. Пункт выдачи можно открыть в любом подходящем по метражу и ремонту помещений в зонах, разрешенных маркетплейсом. Но большую роль играет локация. Чем проходимее место, тем выше оборот и, соответственно, прибыль ПВЗ. И наоборот, чем глубже во дворах или в недрах торгового центра находится точка, тем меньше вероятность, что клиент захочет ее искать. Обилие ПВЗ позволит ему выбрать любой другой по пути его следования. Маркетплейс рекомендует выбирать проходные места с хорошим трафиком, например, около остановок общественного транспорта, центре города, выживленных общественных пространств. Также можно открыть ПВЗ в районах с плотной застройкой, где живет много потенциальных клиентов. Хороший вариант – новые жилые комплексы, куда активно заселяются жильцы. Скоро там будет бум спроса на заказы с озона, особенно в период ремонтов и обустройства квартиры. Но нельзя взять любую точку на карте и в ней открыть пункт выдачи. Начинать работу можно только в одобренных озонах местах. В серых, синих или зеленых зонах на специальной карте. Гарантированный доход зависит от цвета. В синей зоне он выше, чем в зеленой, а в серой не выплачивается вообще. Открыть домашний пункт выдачи можно только в серой зоне, тогда как по тарифу максимум бренда в любой предложен. Если пункт выдачи размещен удобно, в проходимом популярном месте рядом с остановками или крупными магазинами в него будут чаще заказывать доставку, поскольку ее будет легко забрать. Технически можно подключить к пункту выдачи озона выдачу заказов с других маркетплейсов и из курьерских служб. Но есть нюанс – нельзя брендировать ПВЗ под их требования. Максимум, который доступен – размещение информации на входной группе или на стойке выдачи заказов с помощью специального шаблона. От 1 до 10 или 9 логотипов соответственно. Оказывать в ПВЗ озонах можно только те дополнительные услуги, которые не требуют отдельного брендирования. Также дополнительно можно зарабатывать на Приеме товаров от сейлеров. Некоторые продавцы не везут товар на склад сами, а отправляют его через пункты выдачи. Это удобно для небольших поставок. За каждое отправление вы получите 15 рублей. Получение и загрузки товаров в постамат. Начисляется 2,5% от оборота этого постамата. Выдачи озон-карты по 100 рублей за одну операцию. Маркетплейс утверждает, что на дополнительных услугах получится зарабатывать до 30 000 рублей. По факту опытные владельцы ПВЗ пишут, что можно и больше, но если делать слишком сильно упорно дополнительные службы доставки, на пункте выдачи образуется очередь. Это может подорвать репутацию точки и вызвать недовольство озона, если клиенты начнут жаловаться. Прибыль с пункта выдачи заказов зависит от оборота, т.е. количество заказов, прошедших через него. Чем больше товаров вы выдаете, тем больше маркетплейс вам заплатит. Оба тарифа и максимум бренда и домашний пункт сейчас предлагают одинаковые комиссионы. 5% с товара, но не больше 250 рублей. Кроме того, за прием возврата пункт получает 15 рублей. Чтобы подсчитать прибыль пункта Озон без поддерживающих выплат, можно воспользоваться этой формулой. Оборот пункта умножить на вознаграждение по тарифу плюс 15 рублей за каждый возврат, плюс доход от дополнительных услуг, минус затраты на обслуживание пункта и получится прибыль. С помощью формулы можно подсчитать, сколько будет приносить пункт выдачи в месяц. Если же вам положен гарантированный доход, то используйте вот эту формулу. Гарантированный доход плюс 15 рублей за каждый возврат, плюс доход от дополнительных услуг, минус затраты на обслуживание пункта и получится прибыль. Точка безубыточности для ПВЗ Озона – это тот объем выданных заказов, при котором пункт выдачи перестает приносить убытки, компенсируя все расходы за счет дохода. Это значение показывает, какого нужно добиться оборота и сколько оказывать дополнительных услуг, чтобы ПВЗ себя окупал. Чтобы подсчитать точку безубыточности, нужно точно знать расходы на обеспечение работы пункта выдачи и объем выручки, который он генерирует. Выручка на пункте выдачи напрямую зависит от количества выданных товаров и их стоимости. Средний чек на Озоне, согласно данным Тинькофф e-commerce за 2023 год, составляет 2188 рублей. Соответственно, комиссионные с этого среднего чека составляют 109 рублей 40 копеек. Предположим, что на обслуживание ПВЗ затрачивается 115 000 рублей. Это аренда, зарплата, коммуналка и т.д., но без учета первоначальных вложений в открытие. Соответственно, чтобы достичь точки безубыточности с учетом налогов по СН доходу в размере 6%, пункт выдачи должен генерировать выручку минимум 121900 рублей или выдавать как минимум 1115 заказов за месяц со средними комиссионными 109 рублей 40 копеек. Окупаться ПВЗ начинает тогда, когда проходит точку безубыточности и приносит прибыль. Но чтобы владелец вышел в плюс, выручка должна покрывать не только затраты на содержание, но и постепенно отбивать первоначальные вложения. Допустим, у нас есть пункт выдачи, на открытие которого было затрачено 300 000 рублей. При этом ежемесячно на зарплату, аренду и другие потребности затрачивается еще 115 000 рублей. Итого за первый месяц работы на этот ПВЗ будет потрачено 415 000. От этого и будем отталкиваться, вычитывая срок окупаемости. Для этого нам понадобится знать, сколько ПВЗ зарабатывает в месяц. Для простоты подсчитаем это значение без дополнительных услуг и без поддержки маркетплейса. Чтобы получить ожидаемую выручку, нужно количество выданных заказов умножить на средний чек. Допустим, ПВЗ в первый месяц выдает 30 заказов, а во второй — 50 заказов в день и получает среднюю комиссию 109 рублей 40 копеек. Тогда в первый месяц выручка составит 98 460 рублей, за вычетом налогов получится 92 552 рубля, а во второй — 164 100 рублей или 154 254 рубля после вычета налогов. Если к третьему месяцу ПВЗ будет ежедневно выдавать уже 85 заказов и за каждый получать 109 рублей 40 копеек, то за 30 дней выручка составит 278 970 рублей дохода или 262 232 рубля за вычетом налогов. Из этого складывается следующая таблица окупаемости пункта Азот. В таком случае ПВЗ окупит вложения и расходы уже на пятый месяц работы. Но, естественно, невозможно гарантированно спрогнозировать, как быстро пункт выдачи отобьет затраты на открытие и обслуживание. Такой график возможен в идеальных условиях, без непредвиденных расходов и со стабильным потоком клиентов. Перед началом работы необходимо подготовиться. Просчитать риски и затраты, создать бизнес с правильными кодами и продумать, где и как будет работать ПВЗ. Подготовили пошаговую инструкцию, как открыть пункт выдачи Озон, что учесть, подсчитать, как правильно выбрать вакацию и помещение для аренды. Расскажем, где посмотреть правила ремонта помещения по пункту выдачи и как начать принимать заказы. Бизнес-план – это первый шаг к открытию пункта выдачи. В нем нужно подробно расписать не только возможные прибыли и затраты, но и заранее просчитать риски, поток клиентов и другие важные нюансы. В бизнес-план нужно включить все затраты и финансовые риски открытия ПВЗ. Это не только однократные расходы, вроде ремонта или постоянные, вроде аренды, но и возможные дополнительные траты, например, если вандау разобьют витрину или подожгут кнопку вызова сотрудника. Потенциальная прибыль ПВЗ. Зависит от среднего чека на маркетплейсе, проходимости точки выдачи и других параметров. Ее можно прикинуть примерно, если изучить информацию по другим пунктам в вашем городе. Точка безубыточности и срок окупаемости при расчетной потенциальной прибыли. Ранее давали пример, как можно их рассчитать. Исходя из этих параметров, можно высчитать, сколько будет чистая прибыль в месяц, насколько рентабельно вести подобный бизнес. Учитывайте, что за открытие не понадобится платить озону. Более того, маркетплейс сам заплатит в виде гарантированного дохода. Прежде чем искать помещение и договариваться с маркетплейсом, зарегистрируйте будущий бизнес. Если вы новичок, то лучше открыть ИП. Это проще с точки зрения бухгалтерии и документации. Напишите заявление на государственную регистрацию бизнеса, выберите систему налогообложения для ИП лучшего СН дохода и перечислите АКВЭДы. Написанное заявление подайте в налоговую очно или онлайн. ФНС будет рассматривать его в течение пяти рабочих дней. Если документы в порядке, вы получите разрешение на работу и электронную подпись. Пункт выдачи может открыть только ООО или ИП. Самозанятым такая деятельность недоступна, поскольку они не могут предоставлять агентские, т.е. посреднические услуги. А выдача заказов относится именно к посредничеству между клиентом и маркетплейсом. Чтобы открыть пункт выдачи заказов ООО нужно выбрать несколько АКВЭД. Основной код 4791 Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети интернет. И ряд дополнительных. 4719 Торговля розничная и прочее в неспециализированных магазинах. 52.10.9 Хранение и складирование прочих грузов. 52.29 Деятельность вспомогательная и прочее, связанная с перевозками. 53.10 Деятельность почтовой связи общего использования. 53.20 Деятельность почтовой связи, прочая и курьерская деятельность. 62.09 Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочее. 82.92 Деятельность по упаковыванию товаров. 96.09 Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки. Этот перечень кодов наиболее полно описывает работу ПВЗ АЗОТ, поэтому с ним можно безопасно вести деятельность по выдаче заказов. Если вы планируете оказывать дополнительные услуги, например, выдавать заказы курьерских служб или других маркетплейсов, уточните, требуются ли к ним еще какие-либо акведы. Выбирайте точку в пределах выделенных зон на карте АЗОНа, чтобы получать поддержку. Но учитывайте, нет смысла открывать ПВЗ, если по соседству уже есть несколько. Это снизит количество клиентов. Лучше выбирать локацию так, чтобы рядом не было уже открытых пунктов. Тогда клиенты за неимением других вариантов будут ходить к вам. Проверить, можно ли открыть по выбранному адресу ПВЗ можно на карте АЗОНа. Там же будет указано, какую поддержку окажет маркетплейс за открытие здесь и какой минимальный оборот придется поддерживать. Помещение по пункту выдачи должно иметь размер от 25 квадратов в регионах и от 30 в Москве. Это считается внутри ЦКА. Меньше нельзя, но больше можно. Особенно если вы планируете быстрый рост количества клиентов. И вот рекомендации маркетплейса к выбору помещений. Изолированное с отдельным входом. Из него не должно быть прохода в другие офисы или магазины. Обязательно должен быть замкнутый контур из стен, а потолок в клиентской зоне иметь высоту не менее 240 см. ПВЗ обязан находиться в легком доступе для клиентов и за шлагбаумом или на закрытой территории, не прятаться в сети коридоров бизнес-центра. Открыть пункт выдачи можно только после завершения ремонта здания, если он идет. Также ОЗОН рекомендует установить кнопку вызова сотрудника для маломобильных клиентов, пандус и противоскользящее подкрытие на лестницу, если она есть. Если же пункт выдачи находится на втором этаже или выше, то в здании должны быть лифт и эскалатор, доступные для клиентов. Чтобы найти помещение, можно поступить следующим образом. Посмотрите на карте ОЗОН, где есть доступные зоны для открытия. По расположенным в сетке адресам посмотрите объявления о сдаче нежилых помещений. Напишите по нескольким объявлениям и попробуйте договориться о броне. При необходимости сразу съездите посмотреть ближайший пункт выдачи. Не спешите заключать договор аренды помещения. ОЗОН может запарковать выбранную локацию, из-за чего вы потеряете время и деньги. Договоритесь с собственником, чтобы он придержал для вас помещение, пока вы ждете ответа маркетплейса. Если же вы открываете домашний офис, учитывайте, что он не должен находиться рядом с детейными заведениями, табачными магазинами и фирмами, оказывающими ритуальные услуги. Это негативное соседство, которое ОЗОН не одобряет. Когда помещение найдено, подавайте заявку на открытие ПВЗ по франшизе. Это можно сделать через специальную форму. Отснимите выбранное помещение, сделайте качественные фотографии и видео, желательно поснимать в том числе и снаружи. Выберите сторону размещения, доступны Россия, Беларусь и Казахстан. Укажите данные ИП или ООО, банковские регвизиты и документы. Выберите лучшие снимки и видео, загрузите их в договор. Маркетплейс проверяет заявку примерно сутки. Спустя это время вам придет ответ, подходит ли помещение под пункт выдачи. Если да, то можно заключать договор с маркетплейсом. Когда ОЗОН дал добро, заключайте договор аренды и сразу же начинайте ремонт. Его необходимо сделать за 2 недели с момента оформления договора на открытие ПВЗ. Отделка не слишком сложная, но исполнителей лучше присмотреть заранее, чтобы точно не ошибиться со сроками. Первым делом продумайте зонирование. Помещение должно быть разделено на две части – клиентскую и складскую. В первой вы обслуживаете клиентов, во второй – храните заказы. Полные рекомендации по зонированию есть в брендбуке, раздел «Занимаемся планировкой». Ремонт в пункте выдачи должен также соответствовать брендбуку. Кроме того, после оформления договора маркетплейс даст контакты регионального менеджера. С ним можно обсудить нюансы. Необходимый минимум. Фасад. Отремонтированы сколы и трещины, выкрашен либо в цвет здания, либо в серый. Входная дверь не повреждена, легко открывается, имеет антивандальное остекление и автодоводчик. Цвет белый, серый или в тон здания. Окна и витрины снаружи имеют белый, серый цвет, либо окрашены в тон здания. Откосы и стены вокруг них изнутри выкрашены в тон всего внутреннего оповещения. Окна, ведущие на склад, должны быть закрыты жалюзи или непрозрачной оклейкой. Можно брендировать. Входная лестница, если есть, имеет противоскользящее покрытие и крепкие перила. При отсутствии пандуса его необходимо построить, а при невозможности поставить кнопку вызова сотрудника, чтобы маломобильные граждане тоже могли пользоваться пунктом выдачи. Стены внутри. Оштукатурены, ровные, гладкие, выкрашены в белый или серый цвет. Стена между складом и клиентской зоной глухая, до потолка, с двери удобной ширины для работы с заказами. Пол. Ровный, без визуальных дефектов. Может быть покрыт керамической плиткой или коммерческим линолеумом. Цвет серый, светлого, либо темного оттенка, а также отдельно холодный бежевый для плитки. У линолеума может быть текстура дуба, но не обязательно. Плинтус. Цвет напольного покрытия. Потолок высотой минимум 240 см, обязательно матовый и белый. Можно подвесной. Допускается потолочный плинтус. Освещение. Холодный или теплый свет, одинаковый на весь пункт выдачи, с освещенностью 600 люкс. Внутри примерочных желательно поставить дополнительные лампы с индексом цветопередачи от 90 CRI. Брендирование. Обязательно внутри и снаружи пункта выдачи, согласно брендбуку. Промоматериалы Marketplace предоставляют самостоятельно, включая вывеску. Мебель можно заказать непосредственно на Озоне за полную стоимость. Но если вы живете в большом городе, попробуйте купить готовый комплект с рук. На авито попадаются бывшие владельцы ПВЗ, распродающие нужное для работы имущество. Это позволит сэкономить на мебели от 30% и более в зависимости от состояния БУ мебели. Возможные схемы расстановки мебели также есть в брендбуке. Но в первую очередь это зависит от удобства для клиентов и конфигурации помещения. Когда все работы по облагораживанию помещения закончены, нужно показать результат сотрудникам Marketplace. Сделайте максимально удачные фотографии, запишите видео и отправьте менеджера. После одобрения можно открываться и принимать заказы. Для получения стабильной прибыли недостаточно просто открыть пункт выдачи. Конечно, Озоны самоведовит близко живущих клиентов, но этого мало. Важно обеспечить стабильную работу, чтобы о ПВЗ появились положительные отзывы. Довольные клиенты будут возвращаться, если им удобно забирать заказы и если они получили качественное обслуживание. Чтобы увеличить трафик, очень важно внимательно относиться к работе. Поддерживать ПВЗ в чистоте и порядке. Горы пустых коробок, неразобранные заказы и грязь отпугивают клиентов. Нанимать и обучать персонал, способный вести себя дружелюбно и не срываться даже в стрессовых ситуациях. Стараться минимизировать время ожидания клиентов. Чем быстрее сотрудники обслужат и отпустят каждого посетителя, тем меньше будет недовольства и соответственно больше посетителей. Кроме того, даже в выгодном, проходном месте нужно привлекать к точке выдачи внимания. Иначе пользователи Озона могут даже не заметить, что открылся новый ПВЗ. Как минимум, следует сделать громкое открытие пункта выдачи, нанять промоутеров для раздачи листовок, разложить их по почтовым ящикам ближайших многоэтажек или купить баннер с рекламой на остановке или около крупного магазина рядом. Конечно, это дополнительные расходы, но на первых этапах важно получить клиентов. Также можно обратиться к услугам местных блогеров и инфлюенсеров. Такая реклама привлечет их целевую аудиторию, проживающую рядом. И в финале коротко о чем мы сегодня говорим. Открывать пункты выдачи Озона выгодно, если правильно выбрать локацию, подготовить помещение и активно работать над качеством ПВЗ. Для открытия ПВЗ понадобится около 300 тысяч рублей с учетом аренды, зарплат сотрудникам и других расходов. Можно выбрать один из тарифов. Максимум бренда предполагает открытие полноценного ПВЗ на арендной территории, которая будет работать 7 дней в неделю по 12 часов. В мелких населенных пунктах можно открыть домашний пункт, требующий пятидневки по 9 часов. Вознаграждение одинаковое, по 5%, но не более 250 рублей с товара. Для работы пункта выдачи понадобятся сотрудники, чтобы поддерживать график работы. На первых порах можно работать на выдаче и самостоятельно. Прибыль зависит от того, сколько товаров вы выдадите и сколько они стоят. Средний чек составляет 2188 рублей на 23 год, но по факту товары могут быть как копеечными, так и очень дорогими. Чем больше товаров, тем выше доход. Важно соблюдать условия Marketplace. Озон штрафует ПВЗ за любые нарушения, вплоть до позднего открытия или изменения дизайна внутри помещения. Для открытия понадобится оформить ООО или ИП, а также выбрать АКВЭТ. Marketplace также попросит согласовать помещение до и после ремонта, иначе открыться не получится. Ну а на этом у меня все. До новых встреч!